Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбенова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Более тысячи таблеток лирики. В Дагестане полицейские пресекли оборот наркотиков. 25 детей с ожогами прооперируют в республике. Операции детям из малообеспеченных семей проведут на базе республиканской клинической больницы. Четверо дагестанцев завоевали золотые медали чемпионата Белоруссии. С каким трудом нашим вольникам достались победы, расскажем сегодня в выпуске. С признаками острого кишечного отравления в Кизлярскую центральную больницу доставлено 32 человека. Из них 10 детей, об этом сообщает Минздрав республики. Предварительная причина вспышки инфекции – некачественная питьевая вода. У госпитализированных наблюдаются такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры. При этом отмечается, что заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Все заболевшие употребляли некипяченную водопроводную воду. Специалисты Роспотребнадзора Дагестана начали эпидемиологическое расследование. Для оказания необходимой медицинской помощи создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворовых обходов, которые осматривает взрослое и детское население. Ситуация с ростом заболеваемости находится на контроле руководства республики. В Левашинском районе автомобиль упал в обрыв. В результате погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщает МВД республики. Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в обрыв высотой 60 метров. Пассажир авто скончался, а водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Полицейские Дагестана пресекли продажу лирики. Сильнодействующий лекарственный препарат нашли у молодых людей, условно у продавца и покупателя. В ходе неудавшейся сделки изъяты 1008 таблеток. Прошел Руслану на 30 тысяч взял в долг лирика. Вы передали Руслану вещество лирика на сумму 30 тысяч рублей, да? Да. В долг получается, да? А где вы приобретаете это вещество? Можете пояснить? Я ехал с Москвы, с собой взял по пути. В Москве, да? Да. Для личного потребления своего знакомого на 30 тысяч. Как зовут вашего знакомого? Юсуп. Юсуп. Вы пришли к нему, взяли у него пакет с этой лирикой, да? Возбуждено уголовное дело. Продавцу грозит до 8 лет лишения свободы. Хирурги Республиканской клинической больницы прооперируют 25 детей с ожогами. Медицинскую помощь получат во всем СКФО в рамках акции «Операция «Улыбка». Специалисты ожогового центра отобрали 25 детей с тяжелыми последствиями ожогов для проведения операции. Все дети когда-то являлись пациентами центра. По словам представителей здравоохранения Республики, хирурги РКБ проводят более 100 подобных операций в год. Однако нуждающихся в них намного больше. При отборе приоритет отдавался детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. Каспийск стал самым комфортным городом Республики. Он возглавил список точек Дагестана с благоприятной средой. Информация опубликована на сайте индексгородов.рф. При вычислении рейтинга учитывалась безопасность, комфортность, экологичность, современность города. Также во внимание было принято наличие общественных пространств, степень озеленения, состояние дорожных сетей и социальной инфраструктуры. Каспийск по всем критериям набрал 180 баллов. На 7 баллов меньше набрал Буйнакск – 173. Далее в списке Кизляр, Махачкала и Дербент. В Дагестане снизился тариф на вывоз мусора. Об этом сообщает Минприрода Республики. Плата для жителей многоквартирных домов составляет 64 рубля с одного человека в месяц и 74 рубля для частных домов. Снижение цен объясняется тем, что с 1 января вступили в силу поправки, по которым все региональные операторы освобождаются от уплаты НДС. Таким образом, в Дагестане тарифы на вывоз мусора и утилизацию отходов снизились до 20% по сравнению с ценами в прошлом году. При этом стоит отметить, что уже летом подорожают другие коммунальные услуги – это электричество, теплоэнергия и водоснабжение. Пенсионеры получили льготы на налоги в новом году. Так, они теперь могут не платить налог на один из объектов недвижимости, который не используется для предпринимательства. Также для предпенсионеров уменьшится земельный налог. Отметим, кроме этого, в республике отменились льготы по транспортному налогу для водителей большегрузных машин, зарегистрированные в системе «Платон». В эти выходные свой второй поединок в Лиге UFC проведет дагестанский боец Аскар Аскаров. Соперником нашего спортсмена станет американец Тим Эллиот. Бой пройдет в Лас-Вегасе. Финальный этап подготовки Хасавюртови вместе со своим тренером проходит там же, в США. Напомним, что Аскаров от рождения имеет некоторые проблемы со слухом, но, несмотря на это, с детства занимался вольной борьбой. В 2017 году выходец из селения Камыш-Кутан Ахвахского района становился чемпионом сурд Олимпийских игр. В ММА у него 10 побед без поражений. Контракт с UFC он подписал летом прошлого года. Дебютный бой с мексиканцем Морено завершился в ничью. Второй поединок Аскарова под баннером «Лучшие лиги мира» пройдет ранним утром 19 января. Четверо дагестанцев завоевали золотые медали чемпионата Белоруссии по вольной борьбе. Турнир проходил накануне в Минске. В весовой категории до 79 килограммов вне конкуренции был экс-чемпион России Магомед Хабиб Кадемагомедов. Все свои поединки Махачкалинец, который отныне будет выступать за Белоруссию, завершил досрочно. Подтвердили свои лидерские позиции еще двое воспитанников спортшколы Дагестана – Азамат Нуриков и Амаргаджи Магомедов. А еще одно золото в активе Расула Тихаева. Он первенствовал в весе до 86 килограммов. По итогам соревнований будет определен состав сборной этой страны для участия в чемпионате Европы и европейском лицензионном турнире. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин